История пострадавшей из поселка Солнечный похожа на сотни других. После звонка от неизвестного с предупреждением о необходимости оформить кредит, перевести наличные на якобы безопасный счет, женщина отправилась в торговый центр. Мне позвонили с московского УВД и сказали, что по генеральной доверенности пытались взять на меня кредит. И сказали, что 500 тысяч. И сказали, чтобы проследить за этими операциями, вам нужно пойти снять в банке такую сумму. И вот положила я им обратно. О том, что общение, скорее всего, происходит с мошенниками и верить им нельзя, женщину предупреждали. Первый раз в банке, где она оформляла кредит, а потом еще несколько раз в торговом центре у банкомата, где дежурил сотрудник полиции. На этих кадрах он подходит к жительнице Саратова и пытается ее остановить. В зону банкомата в жительнице Саратова я подошел к ней, представился, сказал, что у нас проходит операция под отвращением мошенничества, на что гражданка мне пояснила, что у нее все в порядке, все хорошо. После этого я дважды к ней подошел, еще спросил, все ли у нее в порядке, на что она мне пояснила, что у нее все хорошо, помощь полиции ей не требуется. Но даже после общения с сотрудником полиции женщина продолжила переводить деньги, совершив 39 операций, она лишилась 500 тысяч рублей. То, что профилактика мошенничества и раньше была в нее на слуху, пострадавшая признает. Когда я туда приехала, там стоял сотрудник полиции и спрашивала, тоже у вас все в порядке, не мошенники? Я сказала, нет, не мошенники. Точно, точно. Он подходил три раза. А вообще, как мошенничество? Ну, конечно. И не раз. И везде. И в трамваях, и троллейбусах, и по телевизору везде же. И каждый выходной ваша сотрудница, наша сотрудница выступает и говорит. Мошенники, мошенники. Ну, все уже. Поезд ушел. Деньги передала. Эллада Бжалимова, Расул Ибрагимов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.